А пока я жду нашего гостя рубрики «Путь мигранта» отмечу, что живя и работая в другой стране, рано или поздно возникает вопрос, как быстро и просто сделать денежный перевод, чтобы в нужную минуту поддержать близких. И в этом вам поможет сервис денежных переводов Майория. Что самое важное, скачав приложение для телефона, вы сможете, во-первых, переводить деньги по выгодному курсу с фиксированной комиссией в один злотый в более чем 160 стран мира 24 на 7. Во-вторых, поддержать тем самым наш проект. Поэтому скачивайте приложение по ссылкам под нашими видео. Такие возможности обычно с неба не падают. Денежные переводы всего за один злотый. Загружай приложение Майория и делай переводы прямо сейчас. Фиксированная комиссия один злотый за перевод. Получение наличными или на счет. Загружайте приложение Майория уже сейчас в Play Market или App Store. Добрый день. Вы смотрите интернет-телевидение РПН24. Коротко об интересном и важном для мигрантов Польши. По вторникам и пятницам смотрите актуальные новости Польши, а по средам рубрика «Путь мигранта», гости которой рассказывают о своем пути иммиграции в Польшу. Партнеры выпуска «Бимовский центр культуры», а также компания «Випол» – лидер на рынке трудоустройства и рекрутинга в Польше. Сегодня у нас в гостях Александра. Очень приятно. Здравствуйте. Спасибо, что пришла. Благодарю за то, что пригласил Диму. Сегодня мы поговорим о жизни и затронем вопрос, который интересует многих молодых мам и пап, которые, наверное, в большей степени работают, но их точно тоже это интересует. Как устроить ребенка в польский садик? Ты, как работница садика, актуальную информацию расскажешь. Знакомая тема, да, это все по порядку. Хорошо, давай начнем с того, с самого начала. Когда ты приехала, сколько лет назад, откуда и для чего? Переезд не планировался. Переезд был 6 лет назад из города Кривой Рог. Переехали вместе с… На сегодняшний момент это муж, тогда это был молодой человек. Парень, то есть вы встречались и переехали? Парень, мы встречались, работали вместе, решили попробовать что-то новое и попробовали переехать в другую страну. Шесть лет назад – это 2014 год. Что сподвигло? 15-й скорее. Ну, да, 15-й. 15-й. Мы хотели выходить из маленького города, ну, мы хотели переезд в Киев, но так как это был 15-й, 14-й конец, 14-го, 15-й год, все знают, что это было за неспокойное время в Украине. Киев отменился, открылись новые горизонты и это была Варшава. Хорошо, почему Варшава? Многим вот интересны другие города, Вроцлав, например, Краков. Ну, так как мы планировали это переезд в Киев, в столицу… Ага, то есть поэтому… То есть поэтому нас привлекало, меня в том числе, да, привлекал большой город, где много чего происходит, много событий, много людей. Вот решили посмотреть Варшаву. Причем, когда мы переезжали, работу приложили именно в этом городе, что мне, что моему мужу. Хорошо, очень важно, что до переезда у вас уже было забронировано место. Это было все очень спонтанно. Мы за буквально полмесяца, перед тем, как переехали, узнали, где мы будем работать. Я… Это был отель «Мариотт», а муж – стройка на реконструкции музея в старом городе. Но он ни дня там не проработал. То есть ему предложили, но работы не было. Искали работу для него сами, самостоятельно. Пришлось искать работу самим, уже здесь, будучи в Варшаве, без знания языка, без знакомых, без всех. Вот как есть вдвоем, так как приехали, так трудности преодолевали вдвоем. Это были сначала газеты. Мы по старой памяти думали, что, может быть, работа будет в газетах. Первое, что пришло в голову – пошли в киоск, купили пару газет, начали искать. Во-первых, жилье, во-вторых, работу. Жилье, потому что тоже отдельная ситуация, отдельная история. Нам не подходили условия, которые нам предоставили. Это был хостел. Хостел очень своеобразный. И нам хотело что-то поменять. Опять же, нас кинули, как собачонок. И сказали, вот, если хотите, работайте. Ну, как работайте? Я работаю, а муж нет. И пришлось искать самостоятельно. Я же говорю, как работу, так и жилье. Давай уточним, кто скинул? Кинул тот человек, который… Оформил документы на переезд и предлагал вам за определенную сумму пакет оформления документов и место работы в Польше. И место работы, да. То есть это было говорено еще в городе, в нашем городе, что такая-то, такая-то работа. В Варшаве вы приезжаете, вас встречают, и вы начинаете работу. Но работы не предоставили на тот момент. Как я знаю, и сейчас это происходит, конечно, но значительно меньше, потому что больше контроля. Но на те годы, да, это стандартная ситуация, когда люди приезжали, кидали, они с чемоданами стояли на остановках, их просто высаживали, и потом слезы, сопли и ничего хорошего из этого. Были сопли и слезы, но как бы мы решили уже, если мы приехали, то будем пробовать что-то делать. Разворачиваться и уезжать, ну, скорее нет. Ну, как бы я сижу здесь, значит, мы все-таки не уехали. Вы ехали, был какой-то запас денег? Насколько было денег, чтобы существовать? Ну, наверное, на два месяца вперед. То есть работа, я сидела, изучала цены перед тем, как мы уезжали, и то, что предлагали по зарплате, по ценовой политике. Ну, у нас был запас денег на два месяца. Я думала, что если вдруг что-то случится, мы просто соберемся и уедем. Но планы изменились. Ну, понятно. Ну, два месяца это хоть как-то. Я знаю человека, который приехал со 100 долларами в Польшу. Просто 100 долларов и все. Ну, как бы вдвоем все-таки голова. Нет, ну, две головы лучше, чем одна. Да, хорошо. Когда началось улучшение? Когда вы нашли нормальную работу? Нормальную? Нормальную. Я не знаю, что такое в своем понимании слово «нормальная». Это когда хватает денег на питание, на проживание и начать откладывать на путешественном? Нет, ну, мы почти сразу нашли. Прошло буквально полмесяца. Муж работал уже в фирме, которая занимается электричеством. А я продолжала работать в Мариоте, но через два месяца я ушла оттуда. И поменяла работу на помощник кондитера. Абсолютно не моя работа, абсолютно не из моей сферы. И как бы, ну, мне понравилось что-то новое, что-то интересное. Пришла, увидела и начала работать. И вдвоем работая, нам хватало снимать квартиру и откладывать деньги. Мы сами себе сделали свадьбу своими же деньгами, которые заработали здесь. То есть здесь вы в Польше поженились? Нет, мы уехали в Украину, расписали, сделали свадьбу, торжество и вернулись сюда опять. Кстати, вопрос попутный. А вот Польша сплотила вас сильнее вот эти трудности? До сих пор сплотят. И за шесть лет, наверное, раз десять я говорила о разводе. Да. Ты сказала, что у вас творческие профессии, да? Ты работала? Я работала журналистом, а муж работал оператором, коллега твой. На телевидении? На телевидении, да. А ты работала журналистом? Я работала журналистом-новостником в новостях, который полевой редактор это называется. То есть прям журналист, который выезжал, что-то снимал, он выбрал интервью, там еще что-то делал. Писал. Сюжеты какие-то. Да, да, именно так. Хорошо. И вы хотели вот в этой области остаться работать, переехать в Киев, но не получилось. И вы планировали в Польше, в Варшаве в этом же направлении двигаться и развиваться. Планируем и сейчас, постепенно, уже 6 лет прошло, я думаю об этом. Ты не сдаешься. Я не сдаюсь. Муж работает сейчас оператором, правда не на телевидении, в маленькой компании, но оператором. А я к этому иду. Я отучилась здесь на пиар и коммуникации, параллельно еще в полициальной школе, моя же профессия смежная, и планирую добиваться. Александр, я желаю, чтобы вот, я всегда говорю о том, что важно, чтобы желания исполнялись вовремя. Не знаю, если еще какое-то определенное время они не исполнятся, то возможно переезд в другую страну закончится. Я говорю о Польше и о Варшаве. То есть, пройдя такой тяжелый, со слезами, с истериками, с разными, разными были ситуациями, меня не оставляют мысли о возвращении в Украину. После 6 лет проживания в Польше. Да, именно так. Интересно. Как ты думаешь, в Украине дела стали лучше по сравнению с 2014-2015? Я думаю, что там все так же, как и было, но выросли цены. То есть, разруха осталась, а цены увеличились. А как ты считаешь, разруха, когда уйдет в Украине? Что для этого нужно? Я верю, что нужно время. Сколько лет? Или десятилетий? Думаю, десятилетия. Десятилетия. Окей, Александр, почему, что не дало тебе собрать вещи? И уехать назад сейчас? У меня здесь маленький ребенок, который родился уже здесь, будучи. Мы вернулись с Украины, когда расписались, и так же здесь повела, что уже как бы возраст был определенный. После 30-ти обговаривалась тема ребенка, и я забеременела, родилась здесь мальчика. Ему на данный момент 3,5 года. И сейчас, в принципе, почему был переезд спланирован, я думаю о будущем ребенка, что в Украине у него не будет таких возможностей на данный момент, и, наверное, его будущее будет здесь лучше. Поэтому мои амбиции, возможно, угаснут. Но я еще смотрю и наблюдаю за всем. Насколько жизнь в Польше тебя устраивает, если сложить все составляющие? 100% берем. Да, и 100%. Или по 10-ти бальной шкале, не знаю. Ну, наверное, 80. 20 осталось для полного счастья. И все-таки вот эти 20 тебе не дают покоя. Не дают покоя. Иногда все бросить, плюнуть и уехать в Украину. Очень часто хочется. Мне интересно, что тебя тянет на Украину? Амбиции. Самореализации? Творческие? Потому что здесь не получается. Потому что здесь это нормально, что человек после 30 приезжая, который был журналистом, ему здесь трудно. Потому что я не знаю настолько хорошо польский язык, ну, мне так кажется, чтобы быть журналистом. Ну, я могла бы пробовать, если бы мне дали возможность. Что-то приблизить, что-то похожее на журналистику. Возможно, это не прям журналистика. Помощник или что-то приближенное. Если я найду хотя бы чуть-чуть, приближусь к этому, возможно, эти 20% перекроют. Ну, на данный момент такого ощущения нет. А ты рассылала резюме при поиске? Да, сотнями. Сотнями. И не получается. Именно из-за слабого знания польского или из-за чего? Я не знаю, просто мне же не отвечают, что вы по национальности украинка, поэтому вы не можете работать в сфере жналистики. Просто много ответов, что вы не приняты. Ну, по крайней мере, отвечали, что вы не приняты. Да, отвечали. Ладно, потому что когда в свое время я искал работу фотографом или видеооператором, я также просто не получал ответы вообще. Но это ужасно. Несмотря на то, что там еще и зарплаты такие были мизерные, меньше, чем оплата ежемесячная за квартиру, в которой мы живем. То есть я вообще на тот момент даже не понимал, как можно на эти деньги существовать, если сумма как бы меньше оплаты квартиры. То есть это печально. Вот да. И как бы рынок в этой сфере, он очень... Я имею в виду заработок в этой сфере, он не настолько большой, как мне это очень странно слышать, что здесь зарабатывают операторы и журналисты не так много. Ну, может быть, у них низкая квалификация, те, кто мало зарабатывает, а с высокой квалификацией они и нормально зарабатывают. Я бы хотела попасть в эту сферу, чтобы сделать определенный вывод о квалификации, но, к сожалению, пока был у меня опыт не в журналистике, а в кино. Я же здесь закончила еще школу полициальную, как помощник продюсера. Был опыт работы в фильме режиссера Занусси, Зануссега, как по-польски, вот. И это тоже завораживает, это определенный опыт, и мне бы хотелось попасть, но так как я мама, а эта сфера предполагает 12-часовый рабочий день, ну, к сожалению, на данный момент я себя не могу... Где-нибудь на пленеже ездить? Да, выезд в другие города и как бы предлагали, но я не могу. Окей. То есть на данный момент ты нереализованный творческий человек, который тебе... Ну, к сожалению, да. Я знаю, что много здесь себя находит, творческих людей, ну, в частности, например, ты, да, если говорить о операторстве. Можно что-то делать свое, но я пока стучусь в двери, если не откроют, я не знаю, что будет дальше. На сегодняшний момент это работа в совсем другой сфере. Хорошо, ладно. К совсем другой сфере мы вернемся позже. Скажи, пожалуйста, до переезда в Польшу вы как-то учили язык? Нет. Вообще ни одного слова. Даже ни одного слова. Мне казалось, что так как я филолог украинского языка... То тебе быстро зайдет. Да, что я начну прямо тут вот приеду и начну говорить и понимать, и все. Но я включила телевизор во второй день или третий, и я не поняла ни слов. Странно. Да, это был мой, может, наверное, просто шок от того, что происходило. То, что происходило, на тот момент много, и мы не знали вообще, что будет дальше. Это работа, которая не предоставилась мужу, этот хостел, это было очень все плачевно. Неожиданно навалилось. То есть вы думали о какой-то стабильности по приезде, и ее не оказалось, и все пошло ковырком. Да, совершенно так. Окей, как и у многих эмигрантов, приезжающих сюда. И каждый справляется как может. Хорошо, как у тебя сейчас с польским языком? Ну, я закончила здесь высшее заведение, и, как говорила уже ранее, полицейскую школу. Сдала госэкзамен в полицейской школе на польском языке и написала магистрскую работу. Не мне судить. Скажи, пожалуйста, вот за 6 лет ты интегрировалась в общество? Что тебе мешает? Я пыталась, Дим. Они совершенно другие, поляки. Может быть, ну, как бы, я делаю вот не по одной семье. Был ряд таких вот, как мне кажется, что они вот со мной честны и все хорошо, но на самом деле это не так. К сожалению. Я думала, что я интегрировалась. Беря, господи. Хотя, чтобы поляк вошел в нашу семью, будучи с ними откровенны, но, к сожалению, это не так. Интеграция — это не только умение правильно говорить на польском языке, это умение правильно думать и строить мысли так, как они. У меня этого не получается. Я могу говорить на польском языке, могу думать, но не так, как они. Может быть, это странно слышать, я не знаю. Я думаю, наши зрители в комментариях обязательно отметят этот момент и напишут свои соображения по этому поводу, об отличии и о том, что ты говорила чуть выше. Как я вижу сейчас, так многие не могут интегрироваться. И мне интересно, почему вот эта интеграция проходит настолько тяжело у людей. И многие так... Единицы, кто уезжает в Украину. Единицы, я согласна, единицы. Но проблема в том, что не то, что им здесь сильно нравится, а они терпят и продолжают жить. То есть, получается, в Украине настолько больше негатива и неприятностей, чем в Польше, что они готовы жить, не интегрировавшись в общество. Или, может быть, украинцев, русских, белорусов здесь... Ну, окей, украинцев настолько много, что мы сформировали свои кружки, где общество, да, общаемся, и нам не нужно уже интегрироваться. Дим, я пыталась. Я очень-очень всем как бы... Ну, доказывала это неправильное слово. Я пыталась действительно много сделать для того, чтобы я пошла в греко-католическую церковь и покрестила там ребёнка. Взяла крёстного католика. А, вот хотелось спросить. Вот, он католик. То есть я много чего сделала. Я пыталась выходить на уровень языка. Я пыталась поддерживать их традиции. Я не то, что я патриотка, да, я патриотка нашей страны, но это не об этом. Но у меня не получается, потому что мы разные. Мы не можем смотреть те же мультфильмы, говорить о тех же сказках, говорить, шутить. Да, это поверхностно. Всё поверхностно. Вроде как бы, но если копнуть глубже, мы разные. Хорошо, вот ты сказал, что ты патриотка. Почему ты не Украина, а в Польше тогда? И за ребёнок. И за ребёнка. То есть именно будущее ребёнка тебя держит здесь. Да, возможности ребёнка дальше. То есть даже не сейчас, но как бы сейчас это всё понятно, ему три с полной года. Здесь лучше обслуживание, медицина, транспорт. Это понятно. Но возможности, которые могут дать ему больше в дальнейшем, это меня сейчас и не пускает домой. Видишь слово «домой». Домой, да. Слова «домой». Я хочу именно это отметить, потому что многие здесь живут именно ради будущего своих детей и терпят, скажем так, свою неудовлетворённость в жизни. Ну вот это странно, ведь тут же много всего хорошего. Та же еда, тот же транспорт. А мы терпим. Ну, я говорю о себе. Еда и транспорт — это такое. В Украине тоже можно, если напряжешься, купить машину и ездить на своей машине. Если плохие дороги, купить большую машину с большими колёсами, просто если правильно всё сделать. И не обращать внимания на это всё. Но мне кажется, важнее внутренний мир, как ты себя чувствуешь, потому что если тебя не устраивает жизнь, то ты будешь в любом случае выгорать, и всё. Совершенно верно. И я раньше этого не понимала, потому что у меня никогда в Украине такого не было. Я всегда занималась тем, что мне нравилось. Даже учительство, да, я год работала в школе. Даже это я делаю с удовольствием. Здесь я себя пересиливаю. Скажи, пожалуйста, ты общаешься среди поляков или среди украинцев, русских? Раньше пыталась только среди поляков. А сейчас? Всё-таки я вернулась к мысли, что мне проще с нашими, с нашим менталитетом. То есть ты хотела интегрироваться, поэтому пошла в католическую церковь, искала себе круг, окружение среди поляков, чтобы максимально войти в эту сферу, но что-то не даёт тебе туда. Это только у тебя такое или может быть у мужа тоже? У мужа тоже. То есть я к тому, что может быть в тебе проблема, они в них? Может быть, может быть. Я согласна. То есть это я же говорю с моей стороны. Муж до конца тоже не может интегрироваться, хотя он оператор. А он работает в фирме, в польской фирме, среди поляков, то есть нормально общается. А друзья там есть какие-то, с которыми они идут на пиво, на рыбалку, на велосипедах? То есть опять же из-за этого? Я не знаю. Может быть это проблема в нас. Почему вот нет такой интеграции, плавной у многих людей? Потому что мы здесь не родились, к сожалению. Это всё приходит постепенно, на момент того, как человек идёт, как рождается, это всё интеграция в общество. В общем, мы идём по лестнице. По лестнице. Ну, значит, не всё так плохо. Хорошо, ты сказала, мы тут не родились. То есть получается, если наши дети здесь родились, или мы сюда приехали с маленькими детьми, то они войдут в это общество? Я думаю, что да. Насчёт нас, как бы взрослых, это спорный вопрос. А дети, ну, хочу я или не хочу, он уже будет поляком. Не факт. Не факт. Ну, по крови, конечно же, нет. Нет, я сейчас не о крови. Я сейчас об интеграции, потому что за 6 лет я уже с многими людьми познакомился, пообщался. Я сейчас делаю в голове, прокручиваю. Тоже есть такие варианты, когда возникают определённые вопросы. И я думаю, что с этим делать. Наши дети, приехавшие из Украины, России и Беларуси, будут, опять же, общаться в своём кругу и меньше контакта, может быть, по каким-то только рабочим вопросам с поляками. Или же они всё-таки как-то перемешаются? Нет, я думаю, что перемешаются. Я смотрю, даже по яслям сына уже пошла интеграция. Ну, у нас ходит в его группу Алекс, Александр, мальчик с Украины. И, опять же, все поляки. То идёт адаптация к полякам. Он говорит, что я играл сегодня с Тымком, я играл сегодня с Ящем. То есть он не исключает, что да, есть русскоговорящий мальчик, но он тянется и к полякам. То есть ему уже без разницы, он не понимает, что это украинец или русский. Это коллега, это мальчик, с которым ему весело. Скажи, пожалуйста, чего тебе не хватает в Польше? Оточение. Оточение, как это? Окружение? Да, окружение людей, которые идут с тобой рука об руку и на той же волне, что и ты. То есть по факту тебе не хватает друзей, с которыми ты можешь открыться и просто жить. Но друзья, понимаешь, они тоже это очень как бы очень такое размытое понятие. Друзья уже здесь есть. Именно я говорю сейчас о работе и вот о таких вот моментах рабочих. Скажи, пожалуйста, провокационный вопрос. Чему поляки могут научить нас, украинцев? Матов. Матов. Мы недавно смотрели про дом в Карканошах. Очень прикольное видео. Скажи, пожалуйста, чему мы можем научить поляков? Я думаю, что мы можем их научить работать качественно по 12 часов в день. А нужно ли работать по 12 часов в день, чтобы успевать, наслаждаться жизнью? Вот. Если ты хочешь получить от жизни кайф, то нет. Если ты хочешь заработать определенную сумму, то да, все просто. У меня есть такой вопрос. Первый год был ли он тяжек иммигранту? Я так понимаю... В плане. Ну, в плане жизни в Польше. Я так понимаю, что он был тяжел для тебя. И второй тоже. И третий, и четвертый. И так далее, да? У людей. Хорошо. Вот. А когда станет легко? Я не знаю ответа на этот вопрос, к сожалению. Я не знаю. Наверное, никогда. Иммигранты... Это каста определенная, которым... Не только в Польше. То есть мы не говорим сейчас о Польше или там... Просто понятие иммигрант это уже не такой, как обычный гражданин своей страны. Слушай, ну давай честно. Я так скажу такую фразу, что мы вынужденные иммигранты. Я тоже в своей жизни я не планировал никуда переезжать. И я бы никогда бы не переехал. У меня сестра в Канаде живет, она меня звала в Канаду. Я не поехал в Канаду за лучшую жизнь. И в Америку тоже не хочу. Мне было прекрасно у себя дома. Ну, нас просто вынудили стать иммигрантами. Можем ли мы называться иммигрантами? Ну вот я тоже не знаю. Иммигранты... Ну, иммиграция... Почему она происходит? Да? Из-за чего? Я просто хочу сказать, что иммигрант это в голове человек должен быть подготовлен, что он поедет в другую страну и он уже морально подготовлен к тому, чтобы испытывать эти тяжести. Окей. Ну, я надеюсь все же, что ты найдешь себя, твой муж, ребенок у тебя интегрируется в польское общество, это пройдет все отлично. Вот. И все будет шикарно. Я тоже. Хорошо. Прерываемся на рекламную паузу. Окей. Продолжение следует... Хорошо. Продолжаем. Александр, творческая специальность у тебя и у мужа была в Украине. Деньги достаются проще для людей с творческой специальностью в Украине или в Польше? Работая на... По профессии, ты, Мишинтон? Проще достаются? Проще. Проще. Это с кайфом, с драйвом, как ты сказала. Не по 12, что по 8. Ну, я думаю, что в Украине. В Украине деньги проще. Ну, если говорить о том, что мы видели, да, то есть, как бы, говорить о нашем опыте, возможно, не все творческие люди такие, как мы, но я говорю о нас. Я просто уже предвижу комментарии от некоторых людей, что, типа, ну, есть к себе в Украине. Ну, я знаю это, я уверена. Поэтому я отмечу, подчеркну еще раз, что Александра здесь остается, потому что она думает о будущем в своем ребенке. Абсолютно верно. И амбиции сейчас угасают, возможно, они угаснут через год. Ну, я все же надеюсь, что они не угаснут, потому что пять лет жизни стараний, труда и нервов, это многого стоит. Много. Особенно в человеческой жизни. Как говорили в Алисе, время, все ждут, когда время придет, а на самом деле оно уходит. Да. и это печально, поэтому нельзя терять время. Что тебе нравится в Польше? Удобство, которое здесь есть. Комфорт жизни, да? Комфорт жизни, транспортные развязки. Даже будучи с маленьким ребенком, с грудным, имея коляску, я перемещалась по всему городу. Я думаю, что в Киеве, живя даже в Киеве, да, у меня такой бы возможности не было. И говорю откровенно, были в Москве, уже когда родился ребенок, и я была удивлена, во-первых, хамству людей с ребенком, ну, в плане с мамой, которая идет с коляской. Нас не пропускали, нас толкали, поток бежит людей, и все равно, что я с коляской или нет. Здесь, конечно, люди толерантнее, здесь люди отзывчивее, всегда помогут, если трамвай подъезжает без въезда, ну, как бы, сразу въезда коляски, то помогают, даже не прося мне мужчины сколько раз помогали занести коляску, то есть люди толерантнее. Да, мне кажется, в Украине тоже так же. Ну, я не была с ребенком, тебе не сложнее. Да, да, окей. Да, я не могу судить. Хорошо. Я говорю Москву, там просто, просто вот коляску толкали, ну, понимаешь, чем больше людей в городе, чем он гуще населен, тем больше такой энергии. Окей, что тебя в Польше раздражает, не нравится, напрягает больше всего? Один такой, четко. То, что я не могу работать с языком. С языком, зная его уже, как бы, на уровне таком, ну, я думаю, что это больше, чем побутовый, скажем так, бытовой уровень. Но я все же не могу работать с языком. С языком в плане писания и говорения. Ну и продолжаем. Мы поговорили о жизни, следующий блок у нас о садике. Я хотел бы, чтобы ты рассказала для тех, кто планирует переезд в Польшу, либо уже переехал с маленьким ребенком, да, как устроить ребенка, ну, сперва в ясли, да, а потом в садик, что для этого нужно и как происходит. Но перед этим вопрос. Скажи, пожалуйста, тебя устраивают польские нормы воспитания детей? Скорее, чем да. Потому что я педагог по образованию, филолог, да, филологическое образование, ну, педуниверситета. И нас учили быть очень строгими с детьми. Учили в институте, да, я училась пять лет, и как бы система образования украинская, она более строгая, чем здесь. Здесь детей воспитывают, я так замечала, что все дозволенности. То есть, например, заходишь в магазин, если ребенок что-то уронил, или подошел к полке, которая низкая и что-то берет, да, родители не контролируют это, что вот нельзя, можно взять. Конечно, не в карман себе, да, но нет вот такого, что как у нас, не трогай это чужое, не трогай, нельзя. И дети таким образом, они более растут в такой дозволенности всего. Но это мое наблюдение, мое мнение. Может быть, оно опять же не такое, как у всех. Ну, как бы, может кто-то есть, кто наблюдает по-другому, чем я. Но мне кажется, что здесь более, позволяют детям больше, чем мы. Ты считаешь, что это плохо? Да. То есть ты за то, чтобы держать ребенка, так сказать, в ежовых рукавицах? Ну, не то, что в ежовых рукавицах, нет, я не такая прямо строгая мама, нет, ну, как бы, у меня есть грань, у меня есть грань с ребенком, то есть, если все позволять, он сядет тебе на шею, и ты с ними потом ничего не сделаешь, не сможешь ничего, как бы, он растет, он развивается, у него растут потребности, соответственно, и мне кажется, что если на данный момент три с половиной года позволять все, то что же будет в 10, а что же будет в 15? Да, да, просто у нас были гости мамы, например, Марина, у нее дочка достигла высокого успеха в фигурном катании, она рассказывала, что я держу ребенка в ежовых рукавицах, да, вот, и было определенное количество хейта, когда говорили, что вот у ребенка, поляки писали, которые нас смотрят, большое спасибо, это очень приятно, что вы отбираете у детей детство, ну, есть такая общая политика, что у ребенка должно быть детство. Я соглашусь с этим, у ребенка должно быть детство, и если сравнивать мое, например, детство, у меня не было ни лего, не столько машин и кукол, и всего-всего, то, что есть у них сейчас, и у нас дома этого очень много, то есть мы ему много чего позволяем, мы ему много чего показываем, те же парки, те же бассейны, то есть он много чего видит и получает, но есть контроль, и родитель — это родитель, а ребенок — это ребенок. И есть грань, которую нужно, мне кажется, соблюдать, а не позволять вот как бы, ну, влазить на шею. Что бы ты хотела, ты работаешь в садике, помощница, воспитательница, у тебя есть определенное наблюдение, как происходит, и ты, наверное, с чем-то не согласна, я уже так предполагаю, что бы ты хотела, с чем ты не согласна, и что бы ты хотела изменить? Ну, опять же, внести чуть-чуть строгости, строгости и контроля, контроля, да, потому что, ну, мне кажется, все-таки минимальное. Может, опять же, это мое наблюдение. Саша, скажи, пожалуйста, что нужно для того, чтобы попасть в польский садик украинцам? На работу или на устроить ребенка? В первую очередь, ребенка. Я расскажу, поделюсь нашим опытом, как мы устраивали своего ребенка в ясли, жлобок, то есть. Жлобок — это ясли. Жлобок — это ясли, а в шедшколе — это садик. То есть начнем с яслей. Ребенку, моему ребенку было ровно месяц, ровно месяц. В месяц. В месяц. Отлично. Я вошла в систему рекрутации, в систему набора в ясли. Есть общая система, общедоступная система, где все ясли города собраны в одной, в одном блоке. В базе. В базе. Вот. И тот район, который нас интересовал, на тот момент это был район Желебош, там. Варшава. Да, Варшава. Три или четыре государственных, государственных есть сель. И во все можно подать заявку. И вот в ровно месяц было ребенку, но на момент того, как мы хотели туда попасть, ребенку было год и восемь, мы туда не попали. Потому что в Варшаве очень очень трудно с яслями государственными, много желающих, мало, ясель. И мы попали, мы попали все-таки в ясли, но в отдаленном районе. И пришлось, к сожалению, переезжать за ребенком. Это общеизвестная проблема. И даже сейчас правительство вот в новом ладе, они говорят о том, что будет расширять значительное количество яслей, садиков. И тут же летит критика, что все равно слишком мало, потому что нужно еще больше. Но все-таки можно попасть, мы же попали. Да, но просто то, что вам пришлось сменить район, это как бы проблема. Окей, если ты арендуешь квартиру, то это полбеды, а если у тебя купленная квартира, то тут уже как-то... То частный к вашим услугам. К вашим услугам. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какие документы нужно подготовить родителям, чтобы... У нас на момент того, как мы подавались, работал только муж. Я была, соответственно, я заканчивала университет, не работая. То есть у меня не было работы. Он принес свои договоры с работой, наши поселя, договор аренды жилья, по-моему. Да, в принципе, и все. Что вы в этом районе находитесь? Да. Непосредственно в садике? да, как бы заполняешь форму на онлайн-форму на странице. Садика? Да, и ее же заносишь в садик первого выбора, жлобок первого выбора. И оставляешь заявку в этом садике, в этом жлобке, и ждешь. Но мы вот не дождались. Нас отправили в совершенно другой район. Хорошо, еще раз. У меня есть ребенок, я хочу его отправить в Ясли. То есть я захожу на сайт садика и регистрирую там своего ребенка. Да, номер ПЭСЛ и какой-то пароль. Я уже не помню, как дают ли они пароль. Это такие подробности. Человек, который захочет разобраться, да. Окей. Главное ПЭСЛ, чтобы был у ребенка или у тебя. То есть получается, нужно все равно самому как-то отмониторить садики в твоем районе и на каждый садик подать бумажку. Да. Заполнить анкету. А, ну и потом отнести. Отнести в садик первого выбора. И таким образом в те, которые ты на сайте, которые ты выбирал, уже автоматически ты как бы являешься претендентом. В садик первого выбора ты заносишь документы. Что значит, я вот не очень понял, в садик первого выбора. Ну это садик, в который ты очень-очень хочешь попасть. А, то есть личного выбора. Вот мне там нравится вот этот садик. Все, я понял. Да, да. То есть, окей. Да, именно это. Хорошо. Но можно в 10 занести и ждать от них информации. Хорошо. Если не получается с государственным садиком, то остается вариант частных. Скажи, пожалуйста, какие есть отличия между государственным садиком и частным? Ну, первое отличие это опять же плата. Оплата за пребывание твоего ребенка в садике. То есть, если это бюджетный вариант, то затраты только на еду, а если это частный садик, то и за пребывание тоже. То есть, в государственном садике мы платим только за питание. Больше никаких расходов. Совершенно верно. Мы не приносим на окна, на коврики, на покраску стен. Хорошо. В частном мы платим как бы за пребывание. За пребывание. А какая сумма? Варьируется. В частный варьируется от, ну, я не знаю, за Варшаву, мне кажется, от, ну, до тысячи. А Варшава это тысяча триста и пошла вверх до двух. То есть, в среднем полторы тысячи. Яслях. Мы говорим о яслях. Потому что, если в шедшколе, то есть садик, уже как бы ситуация меняется, их больше на территории Варшавы и просят попасть. То есть, в одном районе, например, если брать жилиба, что жлобков в три, к примеру, да, а в шедшколе 15. То есть, основная проблема с яслями. Да. С садиками уже попроще. Все попроще. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какое, есть ли отличие между государственным садиком и платным садиком? Финансов? Ну, я думаю, да, потому что там уже какие-то подключаются дополнительные занятия, английский язык, может быть, какая-то, не знаю, ритмика, неритмика, но за деньги, которые ты платишь, какие-то дополнительные занятия получаешь. Дополнительное развитие ребенка. То есть, они стараются включить в эту сумму. Да. Но в ГОС яслях тоже есть занятия музыкальные, может быть, не настолько в большом количестве, как в частных, но они есть, они предусмотрены. Стоит ли родителям стремиться в платный садик при наличии запаса денег? Или можно обойтись государством? Ну, на мое мнение, что государственные очень на хорошем уровне, очень на хорошем уровне. То есть, грубо говоря, переплачивать не стоит? Ну, я думаю, что за ясля нет. Насчет пшедшколи и садика я не знаю, потому что это следующий этап нашего как бы, а насчет жлобков, я думаю, что не стоит. Скажи, пожалуйста, с какими трудностями могут столкнуться родители при оформлении ребенка в садик? Я думаю, что все же поможет пакет документов, которые у вас есть. То есть, опять же, если у вас есть ПС, если у вас есть договор жилья или договор о работе, это вам, опять же, в плюс. Вот ты живешь в Польше, несмотря на все трудности, с которыми ты столкнулась здесь. Ты бы посоветовала подруге переезжать в Польшу в 2021 году? Смотря какое она специальности в Украине. Да, если это специальность, которая не требует переквалификации здесь, то, наверное, да. Если это рабочая специальность, скажем, ну, как рабочая, да, если можно найти себя здесь в той же сфере, что и там, то да. А получится ли себя найти в той же сфере вот этого? Разные люди. Кроме как физическая работа. Разные люди. Разная стресса, устойчивость и вообще, как бы, относительно всего. Поэтому, ну, скорее да, чем нет. Мы завершаем. У нас последний вопрос к каждому гостю. Совет себе до переезда. Не поехать. Оригинально. Оригинально неожиданно. Я шучу. Выучить язык. Выучить язык хотя бы на элементарном уровне, когда ты понимаешь, когда ты можешь ответить. Касаемо еды, покупок, то есть, похода в магазин. Элементарный, минимальный набор слов. Учим язык тех, кто хочет переехать. Ты сказала, не поехать. А если бы тебе приоткрыли окошко в будущее? Нет, я не поехала бы. Нет. Ты бы не поехала? Однозначно нет. Меня спасло то, что я не знала, куда я еду. Ну, как бы, я знала, куда я еду, но я не читала так углубленно. Это меня спасло. Хотя, на сегодняшний момент я вообще не понимаю, как я могла этого не делать, но как-то так получилось. Как ты могла не изучить? Да. И быть настолько глупой. Да. Хорошо, смотри, если молодая семья с ребенком приезжает, то у них уже есть якорь, это ребенок, который, допустим, пошел в школу. С ребенком уже не получится летать туда-сюда. В садик, если еще куда не шло, но школа, это уже как бы серьезный такой момент. Поэтому у меня есть еще время. Поэтому ты сказала, да, терпишь еще. Есть надежда тлеет. Но я все же надеюсь, что тебе удастся самореализоваться. Надеюсь. И все будет здорово. Большое спасибо, что пришла к нам в студию поделиться своей непростой историей. Ты честно сказала, потому что не каждый расскажет, что определенно ему не нравятся какие-то моменты в Польше. Я это ценю, это здорово. Спасибо огромное, что я имела такую возможность. И будем надеяться, что это даст мысль другим людям более тщательно подготавливаться хотя бы для переезда в Польшу. И быть готовыми к трудностям, не делать поспешных выводов. И на этом мы завершаем. Большое спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии. Пишите. мы все читаем и будем отвечать по возможности. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...